всем привет у нас сегодня маша первый день ходила в институт да в общем после долгого периода дистанционного обучения наконец-то первый день маша выбралась в метро в институт и все рассказываем во-первых у нас что было сейчас я расскажу что мы же оплатили вот прямо буквально в ноябре сказали о том что они приходят на дистанционку а мы как раз в ноябре начале ноября взяли и заплатили аж на три месяца до нового года проезд вот это по карте москвича студентов проезд школе школе проезд студентов до социальная карта москвича вот и оплатили на три месяца то что как бы ну не предполагали думали школьников закрыли а студенты будут ну все равно ездить учиться и полчас мы только оплатили и буквально там через неделю-две все это понятно и вот и сразу же практически у маши все прекратилось вот но мы знаем что обычно переносятся эти средства но вчера мы долго искали и оказалось что не вообще в ее кабинете карта не зарегистрирована перенести там невозможно как бы написано что обращайтесь метро расскажи машин как сегодня это прихожу я утром в метро подхожу к женщине который там сидит протягиваю карты говорю перенесите мне пожалуйста то что у меня осталось после она берет что-то она пробурчал я не услышал ее потом перенесла там что-то две секунды и такая с ненавистью и злостью перенести ей надо и пойду карточку дает мне вообще в шоке была вообще она там сидит это работа нет нормально во-первых две секунды а что нам терять эти деньги за три месяца да больше просто 300 на три месяца там ну что-то тысячу рублей с чем-то я помню мы заплатили там как бы конечно это меньше чем если платить просто так поэтому и дается карта студента просто ездите вы много получается очень большие суммы в первый месяц когда карту студента она не еще не оформила то там получилось да причем на сережу его возил с утра и она ездила не каждый день и у нее нам за месяц там получилось четыре тысячи если бы она ездила каждый день тысяч восемь получилось бы вот поэтому конечно вот это как бы льготные проездной студентам это очень хорошо в общем ладно перенесла но такая вот странная вообще реакция наши деньги уплачены перелезти надо две минуты а зачем она там сидит вообще да ты сам не может это сделать нет но самое главное что она же работает за это деньги получает как продавцу скажешь 200 мне колбасы не знаю она скажет колбасу ей надо но это какой-то вообще обращаешься же по своему как бы по ее профилю они ты же не просишь у нее там я не знаю как проехать куда-нибудь но еще понимаю что он сказала надо и знать как проехать а то вообще обращаешься прямо то что она должна вообще делать на работе ну ладно не обращай внимание это такое бывает вот ладно расскажи как институте значит в университете там при входе еще до турников до раздевалки ты заходишь и вот как в магазинах чтобы не украли стоят такие пикалки и вот стояли и они значит распыляет на тебя что такое белая пена потому что на полу белая пена в общем обеззараживатели от коронавируса то есть ты просто проходишь а на тебя вот так вот нет а вдруг это пена то есть это не не пар и они идут прямо вот это вот пена или пар не знаю идет сверху снизу то есть и где обувь у тебя все да а когда ты выходила когда выходила из института потому что там уже почти ничего не было так нет а я просто так нет а не закончился я поняла то что они впускают детей после метро естественно надо а выпускают тут чего зачем это что там вынести они именно чтобы не занесли в институт я не знаю ладно мне кажется что просто уже закончилась представляешь весь день работала я приехал ты когда туда каком ну вот интересно будет это как так каждый день будет или это такой первый день и так сделали у маши кстати не полностью не полностью очное обучение все равно есть дистанционные дни практика семинары английский физкультура и физкультура и освобождение вообще так вот это вот все это действительно это очень а лекция дистанционно у меня еще и физкультура дистанционно то что меня освобождение в общем завтра у тебя дистанционно вот в общем вот такие вот дела маш сегодня ехала кстати не к утру а получается в 11 вышла ты да ты вышел в 11 чем-то Я опоздала, хотя встала я намного раньше, чем обычно всегда вставала. Все из-за автобуса. Так тебе бабушка сказала, что он не придет. Я смотрела на официальном сайте, как ездит автобус. И там было написано время, а он приехал на 10-20 минут позже. Знаешь что, надо тебе ходить на вот тот автобус, он ходит через каждые 10 минут, а этот ходит реже. Бабушка сказала, иди на 60 и тут ближе. А зачем? Я тебе говорю, иди в следующий раз на тот автобус, потому что он ходит через каждые 10 минут. А этот по расписанию, он может через 30 минут прийти, иногда через 40, но когда в пик, конечно, тоже через 20-25, но все равно он ходит намного реже. Тот более востребованный. Что тебе тут дойти? Конечно, тут дойти чуть-чуть. И вот, в общем, у нас время полвосьмого, а она вот только пришла. Так, ну а тебя запустили, ты же говорила, что у вас такая система, что через 5 минут после начала лекции закрываются двери. Это не у всех, не во всех кабинетах. Кто это? То есть ты вошла, все нормально, да? Я вошла, единственное, меня такая учительница спросила, почему я опоздала. Она сказала, здравствуйте. Она спросила, почему я опоздала. Она сказала, что это не по моей вине, не то, что там я проспала, а то, что просто автобус. А поздно приехал. Ну, ничего. А так она вообще сказала, что не только мне там кто-то опоздал вообще чуть ли не на всю пару. Она сказала, что в следующий раз она всех предупреждает, что... Это новая учительница, у нас до этого была другая. Вот. Что в следующий раз она не будет запускать, если опоздание больше 15 минут. Угу. Ну, понятно. А ты, что она больше, чем на 15 минут опоздала? Нет, я нет, я на 10. Понятно. Это какой был первый у тебя? Ну, в следующем, я никогда в жизни не опоздала, ты в первой жизни. Да, но я знаю, я всегда ты осенью, когда ходила, ни разу ты не опоздала. Всегда раньше еще на полчаса приезжала. Я всегда даже раньше, да, на 30 минут на 20. На общем, я говорю, ходи на тот, который я тебе говорю, и все будет нормально. Потому что этот... У него, кстати, даже когда расписание нормальное, вот я когда ездила, училась, понимаешь, когда расписание нормальное, он все равно может опаздывать. Потому что, ну, бывает такое, что, ну, он, к примеру, в 25, а он приходил в 35. Я не знаю, почему. То есть, ну, задерживается. Если очень, как бы, все рассчитано, то на него надеяться не надо. Вот. А там, получается, автобусов много. Они даже, если, ну, один задержался, так другой уже буквально там через 5-7-10 минут подойдет. А тут можно ждать его еще 20 минут. Ну, хотя обычно, как бы, старается. Ладно. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Первый урок это какой был у тебя? Ну, вернее, пара какая? Математический анализ, потом опять математический анализ, потом экономика. Экономика это новая. У тебя еще не было экономики. Экономика не было еще. Понятно. Ладно. В общем, вот такие дела. Первый день такой, Маша. Ну, а Даня пришел. Он уже давно же ходит в школу. Пришел, в общем, как обычно, все. Вот, Маша, тут еда. Вот. Видишь, время пол восьмого. Ты даже это не ела. Вот. Спагетти твои любимые. Ну, может, другой фирмы, но ты смотришь, что спагетти любишь. И вот тут вот эти фрикадельки, наггетсы. Так что будешь кушать? Ага. Вот, давай. Я тоже еще не ела. Буду есть. Так, Сережа, я даже не знала, а он опять что-то заказал в самокате. Мы давно ничего не заказывали. В общем, вот сейчас показываю. Что-то есть хочется уже. Данисима. Творожки, творожки. Это что, твоя любимая это закуска? Да. Профитроли. Творожки зерненые. Сервелат. Какой он, Сережа? Какой-то хороший. Сервелат австрийский. Клинский. А, вот еще соус томатный, грузинский. В прошлый раз оцебели такое заказали. Вот это тоже, думаю, вкусненько. Так, что у нас тут? Винегрет. Два. Тосиски молочные. А, и минералочки две. А это пикает, значит, наша стиралка. Маша, когда приходит, я ее одежду делаю вот свежий аромат, чтобы обеззаразить. Когда она в метро ездит, вот мне очень нравится эта функция. Там горячий-горячий пар. Сюда вот я добавляю, значит, средство вернель. И аромат у одежды такой вкусный появляется. Вот. И, в общем, получается, что вот 25 минут она под горячим паром одежду там крутит с этим ополаскивателем. Это отличная функция, вот, чтобы обеззаразить одежду, к примеру, после метро. Отличная функция. Только нужно делать невернель. А хлорку? Нет, хлорку как раз... Чтобы все обеззаразить. Хлорку нет. Испортится машинка от хлорки, во-первых. Вообще-то, по инструкции, здесь я рассказывала, здесь нужно какое-то масло добавлять, там, три капли. Но это масло стоит две или три тысячи рублей. Небольшой вот такой флакончик. Но дело в том, что там добавляешь по несколько капель, он воду там делает, там, материзирует. Но смысл какой, если вот я попробую, вот, добавляешь в любое поласкивание с запахом вкусным, и все замечательно. Все, я уже сейчас джинсы достану. Они вот буквально вот под утюг сейчас такие. Не влажные, ничего после пары. Ну, просто то, что пар на них был. Вот, вешаешь, они, получается, гладить их не надо, ничего, потому что они вот такие, как сказать... Ну, от пара, в общем, они немножко влажные. Замечательно. Вообще сухие. Привезли нам сейчас самокат. В общем, заказали немножко. Сейчас покажу. Вот эти нам очень понравились, кстати, мороженые, которые мини. Мы показывали их. Так. Куриные. Грудки сытоедов. Ну, так, что были иногда две штучки. Вот такие вот помидорчики. Сережа взял. Так, что это такой зеленый стандарт. Это и не черри, и не большие, да? Как они называются? На ветке, наверное. Так, хорошо. Теперь яблочки. Три зеленых, три красных. Так, вот сибирская коллекция сибирские пельмени. Мороженка. Мороженка. Крем-брюле и шоколадная. Так, колбаска докторская. Ой, это что такое? Это что-то интересное. Что это? Это куриная грудка терияки. Ммм. Это интересно такое. Попробуем. Дальше салатик. Оливье с курицей. И то же самое. Вот хлебушек даниловский. Такие вот блинчики с картошкой и грибами. Это у нас что такое? Салат капуста по-корейски. Мороженое арео такое решила попробовать. Не знаю, вкусное будет. Нет, но думаю, что да. Мороженое сникерс маленькое. Беру маленькие все мороженые, потому что не люблю большие. Чтобы много не есть их. И карбонат. Вот, в общем-то, вся наша закупочка. Вот мы кушаем. Картошечка у нас такая в духовке запеченная. Вот открыли грудку терияки. Я не знаю, правда, как она вкусная или нет. Потому что еще не снимали. Ой, еще не кушали. Вот огурчики. У Маши салатик. Все, Даня только проснулся время полдевятого. С добрым утром. Да. Не, ну он пришел из школы, потом поспал. Сейчас пойдет делать уроки. Вот. И... А все, больше оливье там ничего такого не будете кушать. Оливье нету. Оливье нету. Здрасте. Я показывала, а оливье нету. Там капуста есть. Забуду, что я сделаю с вами. Капуста там есть, которая по-корейски. Что-нибудь еще дать? Давай. Что? Все, давай. Хорошо. Так, ну вот, салатик я достала. Что, Маш, тебе специи не нравятся в картошке? Бабушка готовила. Я не люблю специи. Капец. Как же ты будешь в Корее-то жить? Если ты специи... Я уже обычную картошку готовить. Где ты, наверное, приготовишь? Там все готовые уже. Нет, я люблю картошку, приготовлю картошку обычную. Никто ты готовить не будешь. Там даже плит нет у них. Есть у них там. Все готовые, у них удается. Мы... Мы тоже сработали, уже не до этого будут. Ты не в России живешь. Все, утром подъем, в 7 часов. Они вообще-то все в кафе едят, а там в кафе... Я пойду в итальянский кафе, будешь свою пасту. Домой придешь, только разделся, и ноги вытянут хочется, где сразу спать. Ты не в России, ты пойми, там пах уже по карту все. Это у нас тут спокойно. Да, сюда гуляют, на ютубе за кофе гню строчат, еще что-нибудь делают, понимаешь? Такие дебилые ролики снимают, понимаешь, в тиктоке. Но там некогда этим заниматься. А что, там тоже тикток снимают? Там все Пашу, Папа Карла. Ты же говорила? В 6 встают, все уже на обучем месте. И до 7 вечера. Да, но это была не Корея, это была Япония. В Корее так же. Почему не развиты? Потому что Паша подгоняет, что... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...